Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Из книги «Открытым оком» тема «Война. Вопрос 3911». Заговорили о миссионерстве и в православии. Есть батюшки, которые в военной форме, в окопах в Чечне, обращают к Богу и воцерковляют. Все ли у них по слову Божию, или опять только бы угодить власти? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Пока не приходилось еще встречать в православии евангельского миссионера. Все давят под себя, а не ко Христу прямо ведут. Про камуфляжную форму что говорить? Тут чеченцы с этими миссионерами сами разберутся. Их отстреливают и платят больше, чем за офицера. Но есть и артисты, которые продолжают свое увлечение насаждать уже подрясой. «Горе мне, если не благовестую» – 1 Коринфянам, 9 глава, 16 стих. Эти слова апостола относятся к любому православному христианину, который призван свидетельствовать о Господе нашем и Иисусе Христе словами, делами и всей жизнью своей. Миссионеры – особые люди. Быть миссионером – значит последовать апостолам, ученикам Христовым, которым сам Господь дал право учить других вере. «Итак, идите научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, учая их соблюдать все, что Я повелел вам. Исе, Я с вами во все дни до скончания века. Аминь». Матфея, 28 глава, с 19 по 20 стих. В то же время в Евангелии сказано «Немногие делайтесь учителями» и Якова 3.1. Вот почему быть миссионером – огромная ответственность перед Богом и людьми. О назначении миссии и ее приемленных формах наша беседа с уважаемым священником и опытным духовником благочинным церквей Балахи-Шихинского округа Московской епархии Протеереем Николаем Погребником. Сейчас в нашей церкви период рассвета миссионерства. Формы миссии самые разнообразные, от оригинальных до откровенно смущающих. Руководствуются же миссионеры и категоризаторы словами апостола Павла. «Для иудеев я был, как иудей, для немощных был, как немощный, для всех я сделал совсем, чтобы спасти, по крайней мере, некоторых». 1 Калифин, 9 глава, 20-22 стих. Батюшка, поясните, как же все-таки следует понимать слова апостола и насколько миссионер должен погружаться в ту среду, в которую проповедует. Насколько глубоко можно погружаться в ту среду, в которую проповедуем, нам отвечает православный образ воскресшего Христа. Этот иконографический тип называется «сошесть его ад». На нем Господь, воскресший Христос, спускается в преисподнюю для того, чтобы возвестить пребывающий там людям весь о спасении. О том, что его воскресением побеждена смерть. Подумайте, Спаситель, Сын Божий, в аду. Но это воскресение Христа. Он в сияющих одеждах, Он несет туда, в преисподнюю, свет воскресения. Никогда не ошибемся мы, глядя на эту икону, кто здесь главное действующее лицо. Господь и нас учит входить в самые чашки обстоятельств, в которых могут оказаться люди. Быть снисходительным к немощам человеческим и уметь прощать грех, в котором кается грешник, но самим не становиться причастным этому греху. Нести свет во тьму, но самим не становиться тьмой. Смотрите Иоанна 1, глава 5 стих. Миссионер может снести Слово Божие в любую среду, от детского сада до колонии строгого режима, но оставаясь при этом пастырем исправным. Это значит, что и в детском саду, и ТУ, исправительном трудовом учреждении, православного пастыря узнают и по одежке, и по той духовной высоте, по тому верному слову, 1 Тимофея 4.9, который миссионер туда принесет. Недавно по телевидению было показано интервью со священнослужителем, бывшим актером. На пальце у батюшки красовался персень, характерный для среды металлистов, череп из крещенной кости. На вопрос корреспондента об этом странном для православного священника атрибуте он ответил, что это подарок ему нравится, вот он и носит. Еще один сюжет был о батюшке-байкере, которая, свободное от богослужений время, одевает кожанку-косуху и лихо носится на мацикте со своими подопечными байкерами. Проповеди на рок-концертах выглядят классикой на фоне сайта Иерей Рок, созданного священником-рокером. Отцы-рокеры, отцы-байкеры, отцы-актеры. Как они, на ваш взгляд, воспринимаются паствой? Это действительно то, чего так не хватает нашей молодежи? Думаю, что популизм в миссионерстве, безусловно, заведен в тупик и миссионера, и тех, кому он пытается нести Слово Божие, не только не помогая преодолеть страсти, владеющие его потенциальной паствой, но и сам уступая этим страстям. Если мы собираемся проповедовать среди наркоманов, категорически не согласен, что проповедник для того, чтобы показаться своим среди своих, должен дозу принять. Что касается использования атрибутики, характерной для молодежной субкультуры, а что за тем? Фашистская свастика, а потом и сатанинская символика, считая, что этого делать не следует. Да и носиться по дорогам с безумной скоростью на мотоцикле, подвергая опасности свою и, что еще страшнее, чужую жизнь – дар Божий. Дело для священнослужителей не просто ненужное, но и недопустимое. Если священник сельский батюшка на мотоцикле, на лошади, на снегоходе отправляется к младенцу, которого нужно крестить, страждущему больному, которого нужно заборовать и причастить, никаких ограничений на способ передвижения нет и быть не может. А вот если священник, страстный байкер, рокер и тому подобное, то возникает вопрос, правильен ли его выбор. Один из известнейших старцев нашего времени, архимандрит Ян Кристианкин, в одном из писем наставлений предупреждает, от рок-музыки не рок-уполагать. Поскольку это опубликовано в письмах к духовным чадам, то можно предположить, что совет давался относительно конкретного случая. Как же следует понимать слова старца как частное наставление или все-таки предостережение всем? Или, может, это все страхи на пустом месте? Ведь миссия, она сама по себе неординарна. И, наверное, здесь, как на войне, все царство хороши. Или все-таки не все? Прежде всего, для православного человека и на войне не все средства хороши. Вот предательство, измена, подлость. Эти явления на войне, увы, нередкие. Но никогда не победит человек, если он подал, жесток и бесчеловечен. Что касается упомянутого вами совета батюшки Иоанна, Думаю, что значение его шире, нежели совет конкретному лицу. Я бы сравнил увлечение рок-музыкой не только, впрочем, ей одной, но и любимыми другими музыкальными направлениями, однодевками, рэп, хип-хоп, транс и тому подобное с детской болезнью. Действительно, своего рода детская болезнь доступна, заразительна, довольно примитивна. Но главное, овладевает сознанием человека полностью. Можно этим переболеть, можно быть знакомым с этими чечениями. Но чтобы идти дальше, возрастать духовно, все эти увлечения необходимо преодолеть. Согласитесь, если человек в возрастном возрасте болеет детской болезнью, ему противопоказана работа с детьми. И заразить ведь может. Если человек сам еще не преодолел страстного увлечения рок-музыкой и подобными явлениями, сумеет ли он, став пастырем, найти убедительные слова, чтобы воспитывать свою паству, помогать людям бороться с греховными страстями. Отец Николай, храм, настоятельным которым вы являетесь, центральный. Храм Балашихинского благочиния. На приходе много молодых людей, но немало и тех самых старушек в платочках. В последнее время частенько в миссионерской среде стали говорить о том, что старушке в платочках якобы мешает воцерковляться молодежи, приходить в храм людям, далеким от веры. Насколько велика эта проблема молодежи и бабушки? Не вижу в этом никакой проблемы. По одной простой причине. Большинство из тех, кого именуют бабушками в платочках, и в самом деле бабушки в прямом смысле этого слова, которые своих внуков привели в храм, за что честим и хвала. Но нередко бывает так, что дети или внуки начинают ходить в воскресную школу, а за ними приходят и воцерковляются и бабушки, и дедушки. Так что все эти возрастные категории прекрасно уживаются и помогают друг другу. А свирепая старушка в платочке, гонящая молодежь за брюки без платка и прочее, погоды в храме не делает. Из доклада Патриарха Алексия II на Архиерейском соборе Русской Православной Церкви, Москва, 24 июня 2008 года. Кавычки открыты. Минувшие годы показали, что одной из проблем церковной жизни остается недостаточная сплоченность духовенства и мирян. Не умение объединить усилия, разделить труды служат серьезным препятствием на пути свидетельства миру, об истине Христовой. Непосредственно с вопросами миссионерства соотносится тема противодействия сектантским движениям. Поскольку сектантство всегда есть искажение истины о Боге, мире и человеке, то подлинно эффективной формой борьбы с данным явлением может быть только проповедь образца здравого учения с верою и любовью во Христе Иисусе. 2 Тимофею 1.13 Не только пастыри, но и миряне призваны помнить, что свидетельство миру о Христе – это забота каждого. Святой апостол Павел называл благовестие своей необходимой обязанностью и писал «Горе мне, если не благовествую» 1 Калифином 9.16 Без свидетельства о вере не может жить настоящий православный христианин. Будем же нести людям евангельское благовестие. Будем и поддерживать миссионерские труды, кто добрым словом, кто заботой, кто материальными средствами. Ведь именно от того, услышат ли люди Слово Божие, зависит будущее от церкви. Галатам 2.14 Но когда я увидел, что они непрямо поступают по истине евангельской, то сказал Петру при всех, «Если ты, будучи иудеем, живешь по-язычески, а не по-иудейски, то для чего язычников принуждаешь жить по-иудейски? Не говорите мне, он умрет, он живет. Пусть жертвенник разбит, огонь еще пылает. Пусть роза сорвана, она еще цветет. Пусть путь арфа сломана, а корт еще рыдает». 1886 год. Семен Яковлевич Натсон Пусть роза сорвана, а корт еще рыдает.